Добрый день, уважаемые друзья! На связи компания Сингента, и мы начинаем серию наших лекций о болезнях картофеля. Меня зовут Светлана Спеглазова, я являюсь техническим экспертом по картофелю в этой компании. И сегодня мы начинаем наш разговор с такой болезни, как резоктониоз картофеля. Резоктониоз знаком всем производителям картофеля от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Краснодара, потому что он возникает везде, где выращивается картофель. И чтобы знать, как с ним бороться и как предотвращать потери от него, нужно знать, как и про любую болезнь, где она живет, откуда она берется и какие слабые места у нее имеются. Поговорим про резоктониоз картофеля. Возбудитель резоктониоза картофеля – это почвенный гриб резоктониоз истинный гриб. Распространен повсеместно, независимо от региона, от типа выращивания картофеля и от почвенно-климатических условий. Живет этот гриб в основном в почве, но еще один путь распространения – это семена картофеля. Поэтому вот эти два основных источника инфекции надо принимать во внимание, когда вы планируете борьбу с этим патогеном. Помимо картофеля, резоктониоз поражает и другие культуры. В частности, очень много культурных растений – пшеница, томат, свекла, огурец и так далее. Поэтому борьба с резоктониозом с помощью севооборота – ну, такое себе, не самое эффективное мероприятие. Можно, конечно, снизить количество инфекций в почве, но вовсе избавиться от патогена вряд ли получится. Заходя на поле, на котором 10 или больше лет не было картофеля, можно столкнуться с резоктониозом в любое время и в любой год. Начинается болезнь с поражения ростков. На фазе всходов, особенно при дождливой, холодной погоде, при затяжной весне, поражает ростки, поражает верхние ростовые точки, и это проявляется либо в полной гибели ростков, либо в снижении количества продуктивных стеблей. А все мы прекрасно знаем, что один продуктивный стебель дает примерно 3 или 4 клубня картофель. Соответственно, отмирая, эти ростки погибают, и урожай мы недополучаем от того, что могли бы взять от биологического потенциала того или иного сорта. Далее, в процессе вегетации патоген начинает поражать и другие органы растения, в частности, корневую систему и столоны. Это тоже важный момент, потому что корневая система отвечает за питание и за состояние картофеля. И чем хуже она себя чувствует, чем слабее она развивается в процессе вегетации, тем хуже будет и растению, тем ниже будет урожай. И еще один момент, те самые столончики, потенциально превращающиеся каждый в клубень, тоже могут погибнуть от резоктониоза. Когда на корнях или на столонах образуется коричневая перетяжка, это свидетельствует о поражении этим грибов. Постепенно эта перетяжка увеличивается в размерах, охватывает всю поверхность столона или клубня, и клубень отмирает, корни в этом месте становятся ломкими, и растение может потерять их и в процессе вегетации. Следующее проявление, которое мы видим уже в процессе вегетации на верхней части растения, это свидетельствует о поражении корневой системы, но не является поражением именно надземной части. Это может проявляться в виде белой ножки, то есть белесый налет возле почвы на поверхности стебля, что свидетельствует о том, что резоктониоза много и что условия развития обычно влажные, то есть в сухих условиях это не проявляется. И второй момент на надземной части, который мы можем увидеть, это листики, сложенные лодочкой. Это свидетельствует о том, что листья теряют тургор, то есть теряют нормальное давление из-за поражения корней. В принципе, это может быть вызвано и другими факторами, но если нужно определить как причину резоктониоз, достаточно выкопать растение и посмотреть на пораженность корней. Данная форма не является какой-то размножающейся или сохраняющейся на другой год, просто свидетельствует о плохом состоянии растений. Ну и наконец, третье проявление резоктониоза, которое мы видим в течение вегетации, это проявление на клубнях. Вот тут резоктониоз принимает самые необычные формы. Основная форма, которую все привыкли видеть и все знают, это склероции, то есть черные коростинки на поверхности клубня, которые в принципе на товарность влияют, ну чисто как потери внешнего товарного вида, но при этом они являются основной формой, с помощью которой резоктониоз переносит неблагоприятные условия сезона. То есть фактически он перезимовывает на поверхности, весной эти клубни высаживаются в почву под действием влаги, под действием гормонов, которые продуцирует картофель. Эти склероции прорастают и мы получаем замкнутый круг. У нас вновь идет инфекция резоктониоза. Но и другие формы резоктониоза, которые мы видим, больше связаны именно с потерей товарного качества. При сильном поражении резоктониозом и отсутствии защиты это могут быть трещины на клубнях, которые приводят к тому, что клубни становятся, ну, не товарными, никому не нужными. Это может быть ямчатая форма, которая возникает, когда патоген проникает в глазки, в чечевички и разрастается потом внутри ткани клубня и плюс на него еще садятся вторичные инфекции. Ну, клубень просто загнивает. И, наконец, эта третья форма – сеточка. Она просто приводит к потере товарного вида. Ну, при определенных условиях покупатель может придраться к такой форме, но фактически эта форма не является формой размножения, это просто форма проявления болезни на клубне. Есть хорошая новость. С этим патогеном можно бороться с высокой долей эффективности, применяя определенный комплекс агроприемов и используя такой прием химической защиты, как предпосадочная обработка. Главное – правильно оценить риски. Насколько у вас заражен семенной материал? Насколько инфекция может присутствовать в почве? Анализ, конечно, сделать сложно, но если выращивается картофель по картофелю или севооборот менее трех лет, то однозначно инфекция в почве присутствует. И в этом случае надо выбирать те приемы, которые гарантированно избавят от болезни. Используйте в севообороте культуры, которые снизят количество резоктаниоза в почве. Проверьте семенной материал перед посадкой. Насколько он заражен резоктаниозом? И при сильной степени заражения выбирайте препарат, который борется именно с этой формой. Выбор всегда за вами, насколько вы хотите сохранить свой урожай. Поэтому все-таки отдавайте предпочтение препаратам с высокой долей эффективности, конкретно против этой болезни, с действием на резоктаниоз, как на семенных клубнях, так и против почвенной инфекции. И чтобы препарат оказывал достаточно длительное действие и был устойчив к погодным условиям для того, чтобы защитить и ростки, и клубни, и сами растения. У сингенты достаточно широкий выбор таких препаратов от конкретного инфектофунгицидного протравителя для обработки клубней до фунгицидов, применяемых в почву, которые оказывают длительный и очень хороший эффект как на семенных клубнях, так и против почвенной инфекции. Итак, мы сегодня говорили о резоктаниозе, а в последующих наших встречах мы поговорим и о других патогенах картофеля, не менее опасных и тоже очень интересных. С вами была Светлана Спеглазова, технический эксперт по картофелю. До новых встреч в эфире! Это подкаст Сингенты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok